Владимир Скоков, тренер Чертанова. Сразу после матча. Владимир Борисович, ничья сегодня по результату, скорее, удовлетворены или нет? Да нет, конечно, не удовлетворены. Тем более удалось открыть счет впервые за последнее время, скажем так. Поэтому, конечно, хотелось выиграть и мы к этому стремились. Но соперник тоже так же хотел не проиграть, приехав тысячу километров. Поэтому ничего удивительного нет. Их напор не смогли сдержать. Где-то некачественно сработали все-таки один в один. Но будем разбирать ошибки, это все понятно. Юношеский возраст, они неизбежны, такие даже серьезные. Показалось, что два разных тайма провели команды. Если в первом все-таки Рубин владел преимуществом инициативы, то во втором уже Чертанова. Так? Мне кажется, со стороны некоторых моих футболистов присутствовал какой-то мандраж. Видимо, в таблице люди смотрят. Я не смотрю в таблицу, я смотрю на уровень игры. Поэтому был готов к тому, что серьезный очень соперник. Но не боялся его. Готовились целенаправленно к тому, чтобы противодействовать хорошей команде. Поэтому в первом тайме, видимо, немножко какая-то была зажатость некоторых ребят, участия футболистов, вышедших на поле. В одном из эпизодов получили желтую карточку, с чем были не согласны? Ну, очень простой момент. Наш футболист бьет головой, попадает в голову сопернику угловой. Хотим подать угловой. Все понятно, наши желания, эмоции. Слишком простой момент, который должен был разобраться судья. К сожалению, не разобрался. По моему мнению. Может, я ошибаюсь. Спасибо. Спасибо, удачи. Антон Ефремов, игрок Чертанова, сразу после матча. Антон, во-первых, с голом, но ничья. Скорее потеряли очки, как считаешь? Да, я думаю, мы все-таки потеряли очки. Могли выигрывать, но в первом тайме, наверное, не хватило прессинга и давления на соперника. Но второй тайм Чертанова отлично себя показали, проявили. Но вот пропустили сразу же после забитого гола, немножко концентрацию потеряли? Да, я думаю, немножко потеряли концентрацию. Все-таки надо было собраться, наоборот, поддержать себя этим забитым голом. Ну и вспомни, все-таки, свой забитый мяч, как произошло, как удалось подключиться. Я попросил товарища по команде, чтобы он не навесил на дальнюю штангу. Все-таки он так и сделал, и получился гол. Ну и чтобы получалось так, в дальнейшем, удачи, побед. Спасибо, спасибо большое. Радик Гадеев, тренер Рубина сразу после матча. Радик Нагипович, ну, счет 1-1. Отличный был первый тайм Рубина. Первый, да, во втором все-таки пропустили, смогли сравнять. Но что не получилось, почему не смогли вырвать победу? Вы абсолютно правы, абсолютно разные таймы по содержанию. Если в первом тайме нам действительно кое-что удавалось, наверное, в первую очередь потому, что мы были компактны, наверное, потому, что были более организованы. А вот во втором тайме как раз нам этой компактности и не хватило. И появлялись зоны, которыми соперник пользовался очень хорошо. Не получилось быть компактными и организованными во втором тайме. Вот только это плохо, очень вошли плохо после перерыва во второй тайм. Но если именно по моментам разбирать, все-таки здорово включились сразу после пропущенного. Видно, что ребята завелись, использовали шанс. После этого были подходы, но цельного момента создать так и не удалось. Почему? Я думаю, здесь усталость сыграла. Потому что то, что мы сегодня пытались делать, быть активными всю игру. То есть мы не садились глубоко назад. Мы пытались сразу же активно отбирать мяч после потери и активно отбирать мяч на половине поля соперника. Это отбирает очень много сил. Поэтому где-то не хватает свежести в заключительной, завершающей стадии. Где последняя передача нужна, где тонкая передача нужна, где какое-то свежее решение должно быть. Ну что ж, восстановиться, набраться силы и побеждать в дальнейших матчах. Спасибо. Спасибо. Артем Денисов, капитан команды «Рубин» сразу после матча. Довольно напряженный, нервный матч. В итоге ничья скорее удовлетворены или все-таки не согласны с этим результатом? Хотелось вырывать победу? Ну, конечно, хотелось вырывать победу. Нужны очки. Боремся за первые места. Соперник очень хороший. Было много борьбы. Мы пытались тоже не уступать. В принципе, счет показал то, что почти две равные команды. Отлично первый тайм «Рубин» провел. А во втором включились сразу только после гола. Пропустили. Потом завелись. Но почему не хватило? Чего не хватило, чтобы дальше так же взорваться и все-таки вырвать победу? Ну, не хватило завершения в четвертой зоне. Было очень много подходов. Но будем тренироваться. Нужно забивать свои моменты. Удачи вам и побед! Спасибо.